Сегодня я не буду говорить, почему многие много сеют и мало получают, почему мы зарабатываем для пустого кошелька, некоторые, об этом я не буду говорить. Я не буду говорить сегодня, хотя хотелось бы говорить про книгу Откровения, почему не будет построен третий храм, но сегодня я хочу, чтобы вы открыли Библию, Экклесиаст, ну или просто я прочитаю это местописание. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположения, но время и случай для всех их. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на это местописание. И сегодня я буду говорить не про случай, а про время. И время для всего того, чтобы Бог приготовил для нас. Ну, сегодняшнюю проповедь я бы назвал «Бегите за благословением». Но для нас не секрет, что небесная мудрость и земная мудрость отличаются друг от друга очень сильно. Ну, о чем я имею в виду? Например, написано «Любите врагов ваших», да? А в нашем земном восприятии как мы думаем? Ты меня обидел, я тебя обижу. Ты меня оскорбил, я тебя оскорблю. А небесная мудрость говорит другое. Ты знаешь, что он про тебя говорит сплетни, а тебе надо о нем говорить хорошее. Встретил его и улыбаешься ему. Как дела? Пусть тебя Бог благословит. Эфологика. Небесная мудрость. Мы привыкли к земной мудрости. Вот знаете, мы настолько земные люди, потому что мы тут живем. И вот особенно родители, я сам родители, мы учим детей наших. А как это тебя этот мальчик ударил? Иди тоже ему дай. А как это он у тебя забрал? Иди забери это твое. Мы учим. Мы с детства так воспитаны. И когда мы приходим в Божье царство, почему-то земная мудрость приходит вместе с нами. Ну, например, мы заходим в супермаркет, да? Все мы ходим за продуктами. И взяли что-то совсем чуть-чуть. И смотрим, где же касса поменьше. Оп, очередь. Стоим, стоим, стоим. Смотрим, там касса, там меньше людей. Только туда бежим. Кто-то раз опередил нас, стал с большой тележкой, с продуктами. Мы назад, там еще больше людей. Оп, оп, бегаем. А, все, лучше встану и буду стоять. И мы привыкли к очередям, что надо встать и стоять. Вот в земной жизни это нормально. Очередь, правила. Но когда мы приходим с нашим земным пониманием к Небесному Отцу в молитве, почему-то мы не получаем ответ. И мы не можем понять, почему. Итак, время. Хотел бы, чтобы мы открыли послание Павла, 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Здесь Павел говорит нам о том, что нам нужно бежать так, чтобы получить награду. Павел говорит, он не учит нас, так, ты принял Господа, все, сядь и сиди спокойно. Он говорит, бегите. Он говорит, делайте что-то для Господа. Не стойте, не сидите. Время обманчиво. Может быть, ты еще думаешь, что ты завтра что-то начнешь делать, но время обманчиво. Это завтра длится годы. Все завтра, завтра, завтра. Нельзя откладывать на завтра. Время на все время и случай. И когда ты свое время упускаешь, назад его не вернуть. Потому что всем людям дано 24 часа в сутки. Вот всем. Вот нету такому, кому дал бы Бог 25 часов в сутки или 22 часа в сутки. 24 часа в сутки у каждого человека. И как человек распоряжается своим временем, то в жизни у него и происходит. Куда мы сеем свое время? Конечно же, сейчас актуальная проблема про домашние группы в нашей общине. Леон хочет изменить что-то. И скажу вам по секрету, что те, кто не ходит на домашние группы, вы лишаете благословения общения с вами. Потому что именно с тобой, можешь показать на себя пальцем, очень важно общаться другим людям. мы учимся друг от друга. Мы зависим друг от друга. И если ты думаешь, что ты не ходишь на домашнюю группу, потому что тебе скучно или еще что-то, то ты лишаешь благословения других людей. Ну, сегодня я не об этом буду говорить. Матфея, 11 глава, 12 стих. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Опять же, божественная мудрость. Употреблять усилия. Что-то делать. Не сидеть от шабата до шабата. Знаете, есть передача на 9 канале «От шабата до шабата». Так вот, не сидеть, смотреть телевизор с утра до вечера или в свободную минуту. Куда ты тратишь свое время? Восхищаешь усилия? Применяешь ли ты усилия для твоего Небесного Отца? Делаешь ли ты что-то, чтобы в твоем сердце появилось Божье благословение? Почему же мы молимся и не получаем? Почему молимся годами? Сегодня я хотел поговорить об этом. Я хочу разобрать сегодня две разные ситуации. И хочу, чтобы вы сами увидели и сделали себе свое решение. Первая ситуация описана в Марка 2 главе с 3 по 5 стих. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Ишуя, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Казалось бы, это очень известная история, всеми нами уже заезженная. Но на самом деле в этих трех стихах заложена целая мудрость, божественная мудрость, настолько отличающаяся от нашей земной. Во-первых, что мы видим в этой ситуации? Кто был инициатором пойти к Иешуа? Я уверен, что в этой истории был инициатором сам больной, сам расслабленный. Потому что, если человеку не хочет что-то делать, ты ему говоришь, «Идем, идем туда, идем туда». А он, «Нет, нет, я не пойду, я лежу тут и буду лежать». Никто не будет заставлять никогда никого. Итак, представьте себе ситуацию. Этот расслабленный, оказывается, скорее всего, он ходил на домашнюю группу. Потому что, где он взял четверых товарищей? Он общался с кем-то. И эти четверо товарищей, некая такая домашняя группа мессианских евреев, они взяли его, потому что он сам попросил их, «Отнесите меня туда». И мало того, когда они подошли к дому, они увидели, что в калитку они зайти не могут, у них не было выхода, как пойти домой. Но расслабленный же сказал им, «Занесите меня на крышу дома». Ведь логично, если бы расслабленный сказал бы, «Вы что делаете? Как вообще можно додуматься залезть на крышу с больным человеком с носилками?» Но земная мудрость нам говорит, «Нет, как можно вообще до этого прийти? Ладно, ты сам залез там, ладно, но с носилками и четвером». И если бы в это время этот больной бы кричал, «Нет, поставьте меня, отнесите меня домой». «Нет, что вы делаете? У вас нету в голове веры, еще чего-то». То есть они бы против его воли бы не сделали. Если бы он кричал «нет», что бы они сделали? «Ну, нет, так нет». И отнесли бы его домой. Но я вижу в этой ситуации, как сам этот человек, расслабленный, он говорил, «Давайте, делайте». И эти верующие люди, они зашли на крышу, раскопали ее, может, она из соломы была, я не знаю, может быть, это сука была, и опустили постель, и получили свое чудо. А если бы эти верующие, неверующие, стали бы в очередь, а кто крайний? А очередь до дверей была такая, что вы видите, за многолюдством они не могли подойти даже ко входу. И они бы сказали бы, «Ой, слушай, ты бы не мог нас пропустить, у нас тут это, ну, расслабленный, а, ты без ноги сам, ну, ладно, ладно, все-все, стой-стой». То есть они бы стали бы, стояли бы, пришло бы утро, а утром, как мы знаем, Господь встал и пошел в пустынное место молиться. И они бы не дождались бы, ушли бы домой бы. Земная мудрость и небесная мудрость совсем разные. Мы не можем приходить к нашему Творцу со своими земными, земной мудростью. Нам нужно понять, что хочет от нас Господь и как получить благословение от Него. Вы помните фразу «Мое от меня не уйдет»? Эта фраза, я сегодня разрушу мифы, она не библейская. В Библии такого нет. И когда мы ее употребляем, «Мое от меня не уйдет», я буду сидеть тихонечко и ждать. Я хочу напомнить про еще одну такую некую домашнюю группу, которые понесли еще одного расслабленного к Иерусалиму, к овечьим воротам в купальню в Евсееду. Вы помните эту историю? Когда больной человек 38 лет ждал своего исцеления. Готовы ли вы ждать 38 лет? Решайте. Потому что тот расслабленный, он не пришел сам в эту купальню. Были такие же четыре человека, которые принесли его на носилках. И они, может быть, и хотели пройти в безочерди, но этот расслабленный сказал, «Нет, нет, нет, не надо, не надо, я подожду, мое от меня не уйдет. Все, идите к женам, все будет нормально. Как нормально? Давай мы сейчас тебе поможем. Как же ты смотришь? Не, 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 не. Вот это земная мудрость. И небесная мудрость. Эта история про больного, который ждал 38 лет, о ней можно размышлять все собрание. Потому что в этих стихах также заложено большое количество информации. Потому что мы помним, как написано, последние станут первыми, а первые станут последние. Диалогика. Как? Если я был первым и моя очередь подошла, как вдруг тот, кто пришел назад, очутился впереди меня? Вот, пожалуйста, 38 лет. Вот представим себе эту картину. Хочу, чтобы вы тоже увидели, как увидел ее я. Там были, в этой купальне были люди, потому что 38 лет этот больной лежал там, он что-то ел, правильно? он в душ бы ходил, в туалет ходил. Все мы люди, ну логично, нам не надо думать, что он просто там лежал 38 лет, не ел, не пил. То есть были люди, которые там служили, которые что-то делали, помогали спускаться в воду, подниматься может кому-то, еще что-то. То есть это не просто было сборище каких-то людей непонятных, пришли, накинулись. То есть все было четко, все было нормально. И вот этот 38 лет он лежит, и когда он пролежал уже 15 лет, и вроде бы его очередь уже подошла, он уже практически у края воды, и он уже думает, все, вот сейчас, сейчас, сейчас я получу, сейчас я получу от Господа, сейчас уже, вот я вижу уже ответ. И тут приходят волонтеры и говорят, так, твоя очередь, массаж, душ, это 10 минут, покушать, быстренько, быстренько, давай, на носилках, и он говорит тому, кто пришел вчера, говорит, подожди тут, но это мое место, и его берут на носилках, быстро там что-то ему делают, какие-то процедуры, и вдруг он слышит крики, ааа, шум воды, и он поднимает голову и видит, что тот, кто пришел вчера, он получил исцеление, и его принесли назад к воде, и он сидит, 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 и думает, а мое от меня не уйдет. Готов ли ты ждать 38 лет? Я думаю, вряд ли. Поэтому, когда идет призыв приходить на домашние группы, я, Леон, нас собирал недавно, и когда он сказал, что 60% людей не ходят на домашние группы, я не понимаю, почему. решайте, но надо усилия прилагать. Вот иногда мы решаем что-то, какой-то сделать поступок в нашей жизни, и за каждый поступок, за плохой поступок особенно нам надо платить. и иногда эта расплата идет всю жизнь. Мы платим за что-то, что-то совершили мы когда-то давно. Это так написано в Библии также, потому что когда израильтяне вошли в землю обетованную с Иисусом Навином, они вдруг решили оставить некоторые народы в своей земле, и потом всю жизнь они страдали. За какой-то поступок неправильный мы можем нести ответственность всю свою жизнь. Кто-то, может быть, решил что-то украсть, украл, его посадили в тюрьму, и его жизнь полностью изменилась, и он всю жизнь может нести это бремя. Кто-то, что-то, это примеров очень много, но если мы берем библейскую мудрость, божественную мудрость, то написано, что если ты знаешь, как сделать добро и не делаешь, то это грех. Также хотелось бы поиграешь, уже буду заканчивать, хотелось бы напомнить вам, что все мы тяжело работаем, все мы на этой земле, и хотелось бы верить, что мы однажды приняли Господа и Спасителя в наше сердце, и все вдруг в нашей жизни стало прекрасно, только белая полоса, и черных полос больше не будет, но так ли это? Нет. израильтяне всю свою жизнь отвоевывали земли, сражались с тем, что они упустили, так же и мы. Нам нужно сражаться за каждое благословение. Вспомните, когда израильтяне зашли в землю обетованную, когда они 40 лет к этому шли, и они пришли, и войдя, пройдя через Иордан, они на утро проснулись, и, казалось бы, радость пришла, мы наконец-то получили то, что нам приготовил Господь. И, пойдя к Иордану умыться, вдруг у них порвались сандалии, которые не рвались 40 лет. И этих миллион израильтян вдруг очутились без обуви, и у них не было сапожника, потому что сандалии не рвались в пустыне, вещи не ветшали, у них не было портного, и вдруг в одно утро порвались сандалии, порвалась одежда, как Дмитрий говорил, одежда новая, но чтобы ее сделать потребовалось время. И казалось бы, пришло благословение, они зашли в землю, но вдруг пришла и новая проблема. И все мы знаем, что наша жизнь, она такая. Поэтому написано, что Слово Божье не приходит напрасно, а делает то, для чего было послано. И, конечно же, для тех, кто очень много служит в общине, с утра до вечера, каждый шаббат, может быть, на детском служении, может, еще где-то. И вот ведет пять домашних групп, с утра до вечера он делает, Господь говорит вам, познайте, что значит, милости хочу, а не жертвы. Также и для тех, кто думает, что он, приходя сюда в шаббат, тратит свое время, и он как бы жертвует этому. И познайте, что значит, милости хочу, а не жертвы. Это Божье сердце. Когда мы с земным разумом, с земными привычками приходим к Богу, мы можем не получать что-то, пока мы вдруг не поймем сердце нашего Бога. Пока мы вдруг не изменим свое мышление. Мы не можем со своими земными привычками, со своими земным знанием приходить к Богу и просить что-то, и ждать. Нам нужно что-то менять. Время и случай на все. Куда ты тратишь свое время? Домашние группы очень важны, но также важно время, проведенное с Господом. Читаешь ли ты Библию среди недели? Молишься ли ты среди недели? Уделяешь ли ты этому время? Или ты работа, дом, работа, дом, работа, дом, шаббат, о, шаббат, не, не пойду в шаббат, не пойду, ай, ладно, пойду, и ты приходишь, как будто бы тебе должны, ведь ты ж такую жертву совершил, пришел, а ты устал, милости хочу, а не жертвы, говорит Господь. Итак, подведу итог. От Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное усилием берется. Если ты не прилагаешь усилия, то, к сожалению, Царство Небесное будет очень далеко от тебя. Поэтому вдохновляю вас принимать усилия, делать усилия. Бегите, чтобы получить, потому что бегут все, а получают не все. на этом я хочу закончить, Дмитрий. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за субтитры DimaTorzok